И привет всем, с вами GameCheck. И вчера компания Chair представила вам третью часть из трилогии Infinity Blade. Infinity Blade как-то там. И сейчас я хотел бы вам о ней немного рассказать. Итак, я в эту игру уже немного поиграл, но всё же я вам расскажу самое... Постараюсь рассказать всё самое интересное. Геймплей остался, в принципе, прежний. Управление осталось то же самое. Ну, персонаж остался тот же самый парень, Сирис, или как его? И добавилась ещё какая-то девушка, Ирис, или что-то в этом роде. В общем, девушка-воротка, и нет очень много видов оружия всякого. А также этот парень, который опять возродился, ну я не знаю, ну... Возрождают его в каждой серии. Это уже как-то неэпично, что ли. Компания называется Epic Games, делают неэпичные вещи. Ну вот, например, управление опять же. Ходить он будет тапами, драться. Слайпами вверх, вниз, вправо, влево. И так далее. Вот, например, нажал, и он пошёл. Сейчас надо будет. По-парнейшему. Раз, два. Давай. Раз, два. Раз, два. Ну, скажем так, управление немного улучшилось, стоит. Теперь всё более инкультивно понятно, и... Скажем так, мне... Мне эта часть игры нравится немного больше, чем предыдущая. Так вот, игра-то только подтянула немного, ну, не сильно намного, но... Всё-таки есть такое дело. Построена игра на... На Engine 3. Прошлая, была на второй версии построена. Ну, и естественно, качество графики, качество подрисовочки намного улучшилось. По сравнению с прошлой версией. Те же самые у нас остались. Спецэффекты. Только новые враги, новое оружие, новое улучшение, и так далее. Ну, и вот я проиграл. Что же, попробуем ещё... Ещё раз. Наверное. Многое время не перестаёт уделять, скажем. Например, вот, в начале была интересная заставка в... Потом, после неё, как этот... Парень был без маски, а какой-то робот новый добавился. Такое впечатление, что вообще эта игра стала... в виде... какого-то... не знаю... именно... дальнего-дальнего будущего. О, вот вы, кстати, можете посмотреть, как выглядит Иса. Это... вторая... второй персонаж нашего... нашей игры. Какая-то девушка. Какая-то девушка. Она-то не меняет. Здесь ещё, то есть, она у нас поднимает... каких-то вальше целью. Как бы... значит... меня. Давайте, по-моему, за неё немного проиграть. Посмотрим, что из этого получится. Что-то добавилось в Мастер Зелии. Либо я не видел его в прошлых шестерках, либо что. Что за зелье? Понятное, наверное, немножко. Попробуем. Пусть было. Зелье статов. Магия. Ну ладно, посмотрим, что это такое. на практику. Когда будем кого-то нагибать. Или нас будут нагибать. Это уже в зависимости от того, кто попадётся. Так. Что у нас хреша? Так. Ну давайте. Ещё раз пробуем, сыграем. Даже рассвет или сократа, я не знаю, он намного лучше прорисован, чем в прошлых версиях. Криентифа-энджин. Криентифа-энджин. Телемаль всё-таки даёт на себе знать. Мне нравится, например, такая прорисовка. Не знаю, как остынет. Но это хорошо. Максимальный уровень вырвала. О! Какой-то новый чувак. Куда это? Мести проходил, его не было. Как-то странно. Ого. Хороший слой. Если вам нравится такой жанр игр, то я вам советую купить или хотя бы скачать из какого-нибудь общего аккаунта эту игру. А если хотите скачать из какого-то общего аккаунта, то я вам советую общий аккаунт моей группы партнёров. Это Freemace Reabsworts. Они были спонсорами нашего прошлого конкурса. Я ссылочку оставлю в описании. Если что, общий аккаунт от них. Их общий аккаунт стоит ровно 300 рублей. А если вы всё-таки не сильно любите этот жанр игр, примерно как я, то скажу вам одно. Вы можете хотя бы скачать и попробовать. Так как это даже мне понравилось. Ну, вот и всё. С вами был День Чек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...